Только половина выпускников медицинских вузов КОМИ выбирает работу по специальности. Но проблема решаема, считают специалисты профильного ведомства. Один из способов встречи с работодателями. К примеру, в медицинском колледже ярмарку вакансий проводят во второй раз. В этом году она оказалась еще популярнее. Почему, знает Анастасия Тернина. В спортивном зале медицинского колледжа сегодня и яблоку негде упасть. Студентов освободили от нескольких лекций. Такого ажиотажа не ожидали даже сами организаторы. Похоже, на ярмарке все 200 выпускников колледжа и более 50 работодателей из Сыктывкара и других муниципалитетов региона. У наших студентов очень много вариантов, куда они могли бы пойти работать. И вот, как вы сегодня видите, работодатели пришли, все хотят найти себе работников. Поэтому, я думаю, выбор наши студенты сегодня будущие выпускники сделают. Представители Прилузской ЦРБ приехали за фельдшерами. В их больнице большинство медсестер пенсионного возраста. И скоро уйдут на заслуженный отдых. Кроме того, в районе работает 4 модульных ФАПа. Еще 2 строятся. Туда тоже нужны специалисты. Ну а привлечь их есть чем. Ну, 350 дают им единовременную выплату за то, что они будут работать на ФАП. У нас южный район, хорошо, тепло. Работать можно, и условия есть работать. Такие ярмарки-вакансии – большое подспорье как для работодателей, так и для студентов. Анастасия Брыдкова учится на четвертом курсе. Она уже решила, будет работать в детской республиканской больнице. Но на ярмарку все-таки пришла. Многие в группе у меня, ну я как старость, знаю, что еще не определены, кто куда пойдет. И как бы, ну вот, такие мероприятия очень, мне кажется, важны. Потому что каждый определится, что-то для себя новое узнает. Как выяснилось, в зале не только выпускники. О своей будущей профессии заботятся и студенты первых-вторых курсов. Как, например, будущий лаборант Валерий Лобанов. Надо как-то планировать свое будущее просто. И заранее уже определяться. В Сыктывкарском медицинском колледже обучают семи специальностям. В этом году впервые выпустят зубных техников. Они сегодня нужны как в городе, так и на селе. Встречи с работодателями здесь традиционны. Впрочем, помощь в выборе профессии оказывает и Ассоциация медицинских сестер региона. Благодаря совместной работе нам удается больше информации донести до потенциальных выпускников и наших будущих коллег о том, какие социальные гарантии предоставляет медицинская организация. Но ведь студентов интересует не только рабочая жизнь. Их интересует и каким образом построена работа с молодыми специалистами. Об этом тоже говорится. И говорится это не только на ярмарке в Арканске. В течение года неоднократно выходили представители Ассоциации медицинских сестер, а также руководители медицинских организаций, специалисты отдела кадров, медицинский колледж. На классные часы выходили на собеседование. Для того, чтобы обойти всех представителей работодателей, студентам потребовались пару часов. Многие обменялись контактами и договорились встретиться вновь, уже после того, как молодые специалисты получат дипломы. Анастасия Тюрина, Павел Фетисов, телеканал Юрген.